Вы можете рассказать свою биографию с самого детства? С самого детства? Сложно, конечно, но можно потихонечку рассказать. Что помните? Родился я 12 сентября 1926 года. В этом году мне исполнится уже 93 года. Родился я в Пульской области, Чернский район, деревня Середина. В 1931 году моя семья переехала сюда. Вот здесь сейчас была Московская область, поселок Царицыно. Поселили меня на воздушную улицу. Это дворец, знаете, наш дворец? Вот от этого дворца, прямо от моста, улица, воздушная улица. Она буквально километра полтора небольшая была. На этой воздушной дом 13. Меня поселили. Семью, короче говоря, не меня, а в третью семью. Вот учился я в школе здесь. Школа, она и сейчас сохранилась, прямо напротив Орехова Бориса. Напротив. Маленькая такая одноэтажная школа. Учился в этой школе. Ну и что, война началась страшно. Вот, значит, в 1941 году объявили, что началась война. Отца и двух братьев сразу взяли на фронт. Мать работала на фабрике. А я с младшим братом, мне было 15 лет было у меня в это время. Жили вот на этом воздушной улице, дом 13. Мать работала, мы оставались вдвоем. И вот эти внезапные объявления тревоги, воздушная тревога, появление братьевских самолетов в ГУЛ. И у нас, девочки, здесь батарея была, зенитчица, вот, зенитчица. Мы им помогали, помню, я расскажу. Открывали стрельбу, прожектора, конечно, для нас был это страх. Потому что никогда мы войну не видели и не слышали, и вдруг такая вот ситуация. Вот, прятались мы, например, сначала вот так, окопчики маленькие около дома вырытыли. Как только воздушный тревог объявляли, вот, и мы сразу в эти траншейки залезали. И слушали вот эти разрывы, снарядов, прожектора, рёфли машин. Сначала боялись, конечно, страшно, как вот его, вот, прятались в этой траншейке. Потом немножко освилел, начали выбегать. Потому что братьевские самолеты сбрасывали зажигательные бомбы. А здесь в основном были деревни, тут ни одного кирпичного домика не было. Просто не деревни здесь. Вот. Дома, эти деревянные, ну, колхозные такие деревушки, зажигались от зажигательной бомбы. Кругом возникали пожары. Ну, мы, нам и было интересно ребятишкам, начали уже посмелее выбегать. Бегали к этим вот домишкам, помогать детям, женщинам спасать имущество, тушить пожар в этих домиках. Вот, это наша была частенько. Потому что он постоянно, нет-нет, летели, сбрасывают зажигательные бомбы. Все домики горят, и они вот здесь наблюдают. На дворец, на наш дворец бомба была фугасная, сброшена. Вот. Мы туда еще берем, около дворца, недалеко. Ну, конечно, было страшновато. Вот. И вскоре я пошел работать на первый московский демонтный завод. Мне было, я говорю, 15 лет, ну, 16-й годик только пошел. Вот. Там мы ремонтировали автомашины, разбитые, пришедшие из передовых позиций. Вот. Ремонтировали. Работали по 12 часов. Иногда там и оставались прям ночевать на заводе. Вот. И так это до 43-го года. В 43-м году, в октябре месяце, меня призвали в армию. Мне было 17 лет. Еще даже не было 17 лет. Вот. Призвали в армию, и нас направили на Дальний Восток. Звезли нас в Козелуханка, слышали, наверное, такое. Вот. В озере Заханка, значит, достава Градекова, да. Вот. Там располагалась 39-я краснознамерная Тихоокеанская дивизия. 26-й батальон связи. Вот, значит, меня туда привезли. Ну, естественно, для нас было 17-летним отчисткам интересно. И не интересно, а страшно, что вот такая обстановка у нас, таких же в армии, и сразу тут это. Страхи все равно. И там мы и ощущали это. В тревоге. Вот. И в 43-м году, в 45-м году, вот, я там получил профессию радиста первого класса за эти годы. Вот. Жили мы там как все равно на войне. Только не было смертей, убийств, а так боевые тревоги, мажористы, значит, наступления, отступления и так далее. Постоянно. Постоянно. И вот это даже передовых позиций. Потому что, когда он на Москву нападал здесь, уже рядом, была Москва, очень много дально-восточных дивизий ушли на защиту Москвы. Вот. И там наше пополнение, конечно, молодое, это же для них было не так уж и это. Вот. Ну, приезжали, конечно, из фронтов, фронтовые, вообще, цели, вот, которые помогали нам в этих боевых традициях, на учениях. Но ночью боевая тревога, раз, раз, и так далее. В общем, так же, как на войне, только не было убийства, и все такое. И вот с 45-го года, ну, война в Японии, ну, вот, в составе 39-й персонал дивизии радиста первого класса, я принимал участие в разгромной флангутской армии. Вот. Ну, с 5-го августа война в Японии закончилась. Она капитулировала, и мы там немножко еще побыли, пока пленных там перевозили туда-сюда, вот. И потом направили нас, опять вернулись в Россию, в город Хабаровск. В Хабаровске, вот, я там, значит, служил. Увидел вот эту вот девушку там, мы направляли нас, иногда он на увольнение, ну, вот, на танцах там это увидел, эту девушку, в этом, в 50-м году. Вот. Расписались с ней. И оттуда я ее привез сюда. И вот сейчас мы здесь живем с ней. 69 лет вместе. 69 лет вместе живем. Вот. Демилизовался я в 50-м году. В 43-м призвали, в 50-м году демилизовался. Приехали мы опять сюда же, на Воздушную улицу, на эту вот. Вот. Пошел я работать. Устроился в Министерство МВД СССР, в отдел фельсвязи. Вот. Поработал там, наверное, около года. Вот. Меня направляют в командировку, в Румынскую народную республику. Вместе с семьей. С женой, с ребенком мы уезжаем в Румынию. Приезжаем туда, где у них добывали урановую руду. Вот. И вот эту урановую руду, значит, там я сопровождал. Меня назначили командиром. Значит, эшелон грузим эту войну. Урановую руду грузим, пломбируем. И отправляем на границу России. Ну, не России тогда, а Советский Союз. Вот. А сквозили. Там, значит, пересыпали, документы оформляли. И обратно охрана, и обратно. То есть занималась сопровождением вот этой «Рудыя». А семья там жила, жена и ребенок. Там мы пробыли три годика. В 1957 году мы оттуда уехали. Но я опять устроился, не устроился, а вернулся в МВД. Тут у нас как раз пришло какое-то разъединение. Была МВД СССР, а потом еще стала МВД Российской Федерации. На Огарево, дом 6. Вот туда она была. Вот меня туда, после демолизации. Но я там полгода, наверное, пробыл. И потом мы демолизовались, и я устроил в ГИБДД. Это на Добролюбово, не Добролюбово, но на Арбате, короче говоря, стояла 12-я ГИБДД, которая сопровождала вот этих руководителей. Высших знаков мы сопровождали. Там годика я, наверное, два или три поработал. Нас все отправляют, переименовывают 10-е отделение ГИБДД на Добролюбово. Вот командир мой, заместитель по службе, по личному составу. И я там, вон, наша команда была. Вон там, видите, да? Вот, да-да-да-да-да-да. Вот переезжаем туда, на 10-е отделение ГИБДД. Там два года я занимался сопровождением вот этих голов, правительства, что-то такое. Потом демолизовался, ну, не демолизовался, а вроде как на пенсию. Устроился, перешел в ГАИ. Не в ГАИ, а в Министерство ГУВД Петровка 38, знаете, наверное, такой, да? Вот. Туда меня в отдел КАРУ назначили, ну, руководителем, как она, группа по рассмотрению жалоб и заявлений. Вот это вот, я вот главную группу, будущее референдум там. Вот. Проработал на Петровке 38 примерно около трех лет. Вот. В 78-м году демолизовался совсем и пошел на пенсию. Вот. На пенсию пошел уже и начал работать на общественных началах ветеранской организации. Был председателем первичной организации вот здесь, в районе в этом. Потом, значит, заместителем, председателем районного совета. Потом направили меня на окружной, ветеранской организации Южного округа. Председателем проведенной комиссии туда попал. Вот. Там проработал тоже председателем проведенной комиссии три года. Вот. И в 78-м году демолизовался окончательно уже и работал только на общественных началах. По школе и так далее. А вот сейчас, значит, вот и МВД, вот, почетная грамота, вот можете почитать. Три же почетный ветеран ветеранской организации Москвы, ветеранской организации Южного административного округа и почетный ветеран МВД России. Ветеранская организация МВД России. Вот. Ну, вот такая вот моя, так, кратко, такая жизнь. Вот. А сейчас, и сейчас, вот я говорю, вот так живу с супругой, уже доживаю, короче говоря. Ну, почему? Супругу как зовут? А? Супругу как зовут? Таиси Ивановна. Таиси Ивановна. Она у меня совсем почти не ходит, сказать, с костылем, с домоходом, с этим. Таиси Ивановна.